Творческий проект «Сказка с оркестром» набрал большую популярность среди ахтубинцев. С первыми нотами зритель погрузился в захватывающий сказочный сюжет. Музыкальный спектакль сказания о силе рода славянского основан на летописях и произведениях древнерусского культурного наследия. Это сказка по мотивам славянских мифов и русского эпоса о добрых людях, которые крепко стояли друг за друга силой своего рода. Ты будешь следить за тем, чтобы свои старания, если они совершатся, разрушались. Сила разрушения тебе дана для того, чтобы сохранять равновесие между миром тайных и миром явных. Величайшая нить, соединившая древние времена и сегодняшнюю очень непростую ситуацию, когда на самом деле, объединившись только именно с силой правды, с силой рода своего, мы можем победить то темное, которое постоянно надвигается на наши семьи, на нашу страну, на наших детей. Написали сценарий истории руководители образцового театрального коллектива «Орликина» совместно с дирижером военного оркестра. После музыканта переложили его в композицию. Так зрители окунулись в далекие древние времена и вспомнили традиции славянских народов. Прослушав музыкальную сейту древних сказаний, конечно же, сразу в голове рождаются образы. Образы славянских героев, естественно, сразу оживают славянские мифы, и мы стали изучать славянскую литературу, которая и легла, собственно говоря, в основу нашего сценария. Самое главное, к чему он призывает, к тому, чтобы не забывать своих корней, помнить о своей семье, о своей родине и быть единым народом, чего нам так сейчас не хватает в нашем современном мире. Спектакль «Сказания о селе рода славянского» готовился на протяжении года. Ему предшествовала еще одна постановка – «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Она стала некой пробой пира для участников проекта «Сказка с оркестром». Однако, по словам организаторов, более масштабным стало именно сказание о селе рода славянского. Проект зрел очень давно, еще в далеком 2019 году. Познакомились с композитором, который был основой этого спектакля. И уже когда нам композитор одобрил эту замечательную музыку, мы начали писать сценарий с Надеждой Николаевной. Герои из древних славянских легенд, а также их собирательные образы – одни из главных составляющих спектакля. Прочувствовать всю историю и проникнуться сюжетом зрителям помогли певчая птица, ядовитый змей, чародей темного мира и многие другие персонажи. На протяжении всей сказки они показывали, где проходят границы между добром и злом. Особыми моментами в сказке стали эпизоды с короводами и гуляниями, из которых зрители еще больше узнавали о жизни людей того времени. А тематические декорации, в свою очередь, помогли сделать картину более живой и красочной. Закрученный и необычный сюжет, а вместе с ним и глубокий смысл, интересны были не только участникам спектакля, но и присутствующим. Они с большим интересом, не отрываясь от сцены, наблюдали за игрой юных актеров и дарили им аплодисменты. Словом, в зале не было свободных мест, что подчеркивает значимость мероприятия. Все, кто был на сцене, все, кто был в зале, они просто не то, что не останутся равнодушными, они запомнят это на всю жизнь. Когда взрослые видят своих детей сидящими в зале, а тем более работающими на сцене с такими мощными посылами, я думаю, что в этом как раз и есть сила нашего вообще человеческого рода. Илона Саакова, Юлия Баховская, Анатолий Калинкин. Ахтубинск ТВ Анатолий Калинкин Анатолий Калинкин Анатолий Калинкин Анатолий Калинкин Анатолий Калинкин Анатолий Калинкин